Порт не может стать обратно морской державой. Раздел Геостратегия. В современном мире морская держава может и должна заниматься контролем не только морских, трансграничных грузоперевозок, но и другими потоками. Это капиталы, финансы, сырье, товары, материалы, энергия, услуги, информация, население и другое. Принципы и подходы контроля едины. В середине 20 века Британия отказалась от статуса морской империи. Альтернативой было уничтожение. Она согласилась стать державой и вассалом США. Островитянам удалось перестроить свою колониальную систему, получив введение второстепенные потоки, контроль которых был неинтересен штатам. Лондону позволили даже определять правила игры для данных потоков, не допуская к идущим через США маршрутам. По итогам 2021 года доля средств, выведенных в подконтрольные Британии офшоры, в скобочках иностранные инвесторы, не платит налогов или платит их в разы меньше, чем в своей родной юрисдикции, включая Сингапур и Гонконг, составило 42,5%. С остальных потоков островитяне также получали свой интерес, будучи штаб-квартирой транснациональных корпораций, инвестиционных банков, страховых компаний и т.д. Помимо Британии, четверть офшорных инвестиций мира приходились на приличные и уважаемые европейские страны. По мере снижения объема это Голландия, Швейцария, Люксембург, Ирландия, Кипр, Бельгия и другие, чьи законодательства и налоговая система создают тихие гавани, поощряя ослабления и подрывы экономики развивающихся стран. Первой в списке этих стран идет Голландия, которая в 15-18 веках была полноценной морской державой – торговой республикой. Необходимые для развития и усиления ресурса она тогда получала за счет взятых под контроль мировых потоков, субъектной политики элит, в скобочках Венецианская партия, передовых технологий, пассионарности населения и треугольной торговли. В дальнейшем Нидерланды проиграли конкуренцию Британии и призвали это в рамках Вестмитерского мира, признали. Это 1674 год. В наши дни Голландия продолжает оставаться важным, региональным, но не стратегическим элементом глобальной транснациональной инфраструктуры, не более. Порт Роттердам является крупнейшим в Европе – 439 миллионов тонн. 2023 год. А вместе с Антверпенбрюгем – это Бельгия и Гамбург, Германия, они формируют основные транспортные ворота Старого континента, будучи частью общего контроля потоков. Южные порты Испании и Италии далеко не так влиятельные. В условиях мировой катастрофы и распада мирсистемы ПАКС Американо возникает вопрос. Какова судьба Голландии и есть ли у нее шансы вновь стать влиятельной морской державой, контролирующей хотя бы часть потоков? Площадь населения Нидерландов – это 41,5 тысяч квадратных километров и 17,9 миллионов человек. Немного меньше, чем в городе Москва и Московской области в сумме. Экономика сверхоткрытая, доля импорта КВВП – 47%, экспорта – 53%. Товарные группы совпадают, индустриальная экономика минимальна, по большей части для поддержания инфраструктуры, энергетика, химия. Сельское хозяйство является важной частью экономики и культуры. Демонстрируя индустриально-аграрный подход, высочайшая урожайность, акцент на высокомаржинальные разнообразные культуры. Небольшие фермы и другое, как альтернатива монокультурным латифундиям. В рамках глобального мира подобная специализация обоснована. Но для периода кризиса и необходимости самообеспечения нужны массовые культуры – это зерновые, картофель и другое. Голландия является рекордсменом по использованию минеральных удобрений и других технологий интенсификации и повышения урожайности на единицу площади. Показывая, что при таких подходах планета может спокойно прокормить многократно большее население, чем есть в настоящее время. Если же смотреть в целом, то основной доход страны формируется за счет обслуживания транзитных потоков из или в ЕС. Создание выгодных и комфортных условий для легализации прибыли транснациональных корпораций. Сельское хозяйство и добыча природного газа – приятное дополнение. Попытка диверсификации, сохранения традиционного хозяйствования и не более – в скобочках задействовано около 1% населения. В условиях распада связанности практически вся экономика Голландии сожмется вслед за снижением потоков. Для превращения в полноценную морскую державу стране необходимо взять значимые и важные для других стран и игроков потоки под контроль, сформировать и заставлять других соблюдать правила игры, контролировать стратегические элементы инфраструктуры и другое. Все это требует ресурсов и сил, которых уставшей большим портом страны нет и не будет. Принципиальная и стратегическая разница между Голландией, Сингапуром и Гонконгом не такая большая, но перспективы разные. Из-за краха и превращения Европы в периферию, узкоспециализированные страны перестанут быть нужны, подобно Прибалтике после утраты России интереса к ее портам. Помимо отсутствия потоков и маршрутов, которые Голландия могла бы взять под контроль, на ее территории ничего нет, а до чужого не дотянуться. Важно не забывать про необходимость источника сверхприбыли, который является обязательным для устойчивости морских держав. Центром финансовой системы или эмиссионным центром стать не получится, а криминальные мировые потоки взяты под контроль кластером транснациональных картерий из Латинской Америки, в скобочках часть будущей Ибера Америки. Никому другому просто нет места, а для формирования аналога треугольный торговлик. Мы это раньше разбирали, обратите внимание. И да, море стоит капель. Протестантские страны Минилюкс и Скандинавия оказались замечательным местом для разрушения культуры, традиций, разрешения наркотиков и перверсий. Слово пассионарность здесь оксимарон.